Итак, еще раз добрый день, мне наконец-то дождался своего времени, когда мы сможем с вами поговорить о том самом замечательном менеджменте, об управлении людьми, и я бы хотел как раз сейчас использовать эту возможность для того, чтобы поделиться с вами всем тем практическим опытом, который я нарабатываю в своих проектах, в своей карьере, связанной с управлениями людьми. О чем бы я хотел предупредить? Все, что мы слышали и слышим зачастую в наших деловых мероприятиях, является неким таким, знаете, поверхностным слоем. Мне сегодня захочется сделать так, чтобы вы задумались чуть глубже. Насколько мне это получится, ценить вам. Давайте попробуем. Итак, моя сегодняшняя задача показать вам, как же можно управлять сотрудниками через общие ценности для того, чтобы они, разделяя то, что вы предлагаете им в рамках корпоративной культуры, формировали те модели поведения, которые помогут вам достигать поставленных результатов. Итак, как влиять на сотрудников для получения желаемых результатов? Самая главная фигура в любой компании, здесь, сейчас, здесь, в этом зале – это вы. Воспитанию человека посвящено огромное количество книг. Российская педагогика сделала невероятный прорыв в этом. И все, что касается воспитания детей, воспитания студентов, воспитания молодых рабочих, сделано очень прекрасно, огромное количество трудов. Но что же происходит с воспитанием и развитием взрослых? Ведь мы с вами являемся руководителями. Все, что мы делаем, мы стараемся сделать так, чтобы люди, которые работают в вашей компании, выполняли возложенные на них обязанности. Мы все разные, и мы мыслим по-разному, мы видим по-разному. То, что вижу я и то, что чувствую я, не можете чувствовать вы. Но у нас объединяет нечто общее. Наши с вами модели поведения. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Я буквально несколько минут расскажу о себе. Меня зовут Роман Дусенко, я уже несколько раз сегодня представлялся. Последние 16 лет я занимался банковским бизнесом. Четыре года назад я начал заниматься своими собственными проектами. Я принимал участие в самых крупных российских банковских слияниях и поглощениях. Это формирование Росбанка. Тот Росбанк, который сегодня есть, мы делали его своими руками в 2004 году. Это продажа банка OTP венгерскому холдингу OTP. Это была крупнейшая сделка на российском банковском рынке. 450 миллионов долларов. После этого у нас был собственный проект. Мы создали новый формат, новый банк, идея банк, который мы с удовольствием через 3,5 года продали польскому инвестору. После этого я открыл проект «Бизнес-завтрак». Мне очень интересно было изучать вопросы психологии и формирования личного успеха. Как люди достигают успеха. Именно этому было посвящено порядка 100 бизнес-завтраков в YouTube. Вы можете в любом поисковом сервисе в Google набрать «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко, и вы получите огромное количество результатов. А сейчас я занимаюсь тем, что я помогаю компаниям быть более эффективными. В первую очередь мы говорим о цифрах. Все, о чем я говорю сегодня, не о словах, об отношениях, о деньгах. Цель моего выступления сделать так, чтобы вы смогли, более эффективно управляя своей компанией, зарабатывать больше, повышая рентабельность собственного капитала. Именно поэтому проект называется «Только вперед». В рамках него я занимаюсь консультированием руководителей, индивидуальной работой с собственниками по формированию его бизнес-предложений. Кстати, здесь очень много собственников, я сегодня слышал и смотрел на визитные картки генеральных директора. Важнейший вопрос о том, как можно монетизировать ваш бизнес, когда вы примете решение из него выходить. Об этом мы можем поговорить с вами в холле. Это важный момент. Как сделать так, чтобы дети, которые не очень хотят заниматься вашим бизнесом, могли помочь вам в структурировании. Какие необходимо применить первые шаги для того, чтобы ваш бизнес можно было упаковать и при желании выставить его на продажу, а не продавать возможную таблицу Excel, в которой сейлзы сегодня сидят и работают. Итак, начнем с первого. Основные идеи сегодняшнего моего выступления. Что бы вы ни придумали в своей компании, вы, как или я, как руководитель, успех возможен только тогда, когда эту идею разделяют сотрудники. Что же мешает сотрудникам принимать ваши идеи? В первую очередь, это ограничивающие штампы и убеждения. Это то, как принято делать в компании, о чем вы, может быть, знаете, догадываетесь, но не всегда в этом уверены. Что влияет на то, чтобы сотрудники разделяли и принимали ваши идеи и воплощали их в жизнь? Образ мышления сотрудников. Каким образом мы можем с вами, имея всего в своем распоряжении инструменты влияния в виде речи, общения, в виде создания корпоративной культуры, повлиять на поведение сотрудников, на модели их поведения через общие ценности? Каким образом мы с вами можем сделать так, чтобы общие ценности стали действительно основным инструментом или основой вашей корпоративной культуры через модель влияния? Именно вот такая структура сегодняшнего моего выступления я вам и предлагаю. Но важный момент. Я хочу, чтобы каждый из вас задумался. Действовать мы будем параллельно. Создавая атмосферу и среду, в которой ваши сотрудники захотят делать то, что вы будете им предлагать, это ни в коем случае не отменяет работу отдела по управлению или департамента по управлению с персоналом. Это обучение, это развитие, это система оценки, это формирование, это скрипты. Все остается так же, как есть. Только оно начинает работать. Потому что нам с вами удастся создать систему управления, основанную на общих ценностях. Четыре главных момента, о которых я буду сегодня говорить. Это человек. Сегодня мы уже много об этом говорили. Это коллектив. Это вы, непосредственно вы, сидящие здесь в зале. И это корпоративная культура. Вот вокруг этих четырех блоков мы сегодня с вами и попробуем разобраться, как же сделать так, чтобы та корпоративная культура, которая есть у вас, заработала. Кто помнит этот компьютер или подобный компьютер, который стоял в ваших офисах? Прекрасно. В чем была основная особенность? Основная особенность его была в том, что там не было предустановленной системы. И мы с вами устанавливали и создавали ту конфигурацию, которая нам хотелось. Кто-то самый продвинутый ставил видеокарту, очень отлично. У кого-то был Dolby звук, у кого-то был Windows 95, 98. Мы это делали самостоятельно. Конфигурация позволяла создать некий индивидуальный образ. Что же происходит сейчас? Мы с вами получаем некие предустановленные форматные гаджеты. Я пытаюсь перевести некий пример, что представьте, прошло 100 лет. Давайте перенесемся и немного пофантазируем, но поговорим не о гаджетах, а о людях. Представьте, что вы так же, как часто проводите собеседование, к вам приходит человек, вы выбираете профессию, загружаете конфигурацию и получаете тот результат, который бы вы хотели. Знаешь ли ты, что такое сервис? Сервис? Нет, не знаю. А теперь? Ах, сервис, ну конечно. Сервис – это основа бизнеса нашей компании. Мы должны предоставлять самый лучший сервис. Именно поэтому мы лучшие на нашем рынке. Только сервис. И ничего больше сервиса. Класс, правда? Была бы такая... Да, мне тоже искренне хотелось бы, чтобы так было. Тогда исчезли бы все хэдхантерские компании, исчезли бы все консультанты. Просто вам бы это удалось сделать самостоятельно. Но, по факту, этого не происходит. Давайте подумаем, с какими наиболее яркими, активными проблемами мы с вами, как руководители, сталкиваемся. Я, чтобы немного вовлечь вас в нашу дискуссию, спущусь к вам. Итак, какие проблемы нам чаще всего приходится решать с нашими сотрудниками? Ну, давайте активно. Удержание персонала. Еще. В увеличении. Еще. Отлично. Еще какие проблемы? Какие наиболее книги, какие книги, бизнес-книги мы покупаем с вами в магазинах? По мотивации. Еще. Адаптация. Прекрасно. Что получается в результате? Обучение. Мы пытаемся с вами некие выставить противостояния. Мы с вами все пытаемся научиться, как нам влиять на них, на наших сотрудников. И в результате мы получаемся, мы учимся с вами, как мотивировать, как обучать, как общаться с конфликтами, как делать так, чтобы они стали делать то, что мы хотим. Получается, есть мы и есть они. Каким образом нам с этим, как нам с этим дальше разбираться? Так. Вы, наверное, знаете, что есть множество разных моделей. Диск, модели управления по Белбину, управление ролевыми, не знаю, там, всякими ролями в компании, тесты MBTI и так далее, и так далее, и так далее. Но это все некое упрощение идей, которые существуют в нашем мире. Карта не есть местность. Наша с вами цель найти тот инструмент, который нам поможет реально управлять сотрудниками. Как чудеса. Нам нужно творить чудеса. Поэтому мы с вами начнем первое с человека. Человек и его роль в модели поведения. Как можно влиять и от чего зависит модель поведения сотрудников? Кто-нибудь из вас был на тренингах личностного роста? Отлично, лес рук. Я тоже. В чем основная мысль любого тренинга личностного роста? Честно говоря, мне жаль о такой реакции. Почему? Потому что явно запрос, который бы вы хотели получить на этом тренинге, вы его не получили. Аплодисменты подтверждают тем, что люди, которые проводили эти тренинги, явно, может быть, были шарлатанами. Но давайте все-таки на секунду вспомним, в чем основной смысл любого тренинга личностного роста. На самом деле такой тренинг идет прямо сейчас. Изменение сознания. Изменение сознания. Браво! Огромное вам спасибо! Изменение образа мышления влияет на ваше поведение. Любой тренер личностного роста говорит следующее. Прими себя, какой ты есть. Но начни думать по-другому. Не надо себя переделать. Просто начни думать по-другому. И у тебя изменится твое поведение. Измененное твое поведение, ты получишь новый результат. Браво! Вы с этим согласны? Да или нет? Да. Давайте посмотрим, какие есть нам этого подтверждения. Кто-нибудь недавно вступил в брак? Поднятая рука, вижу. Скажите, пожалуйста, ваши модели поведения изменились после того, как вы стали в официальных отношениях? По отношению к тем моделям, которые были до брака? Спасибо. Таким образом, изменение нашего мышления меняет наше поведение. Давайте к девочек спросим. Кто стал матерью или был матерью? Прекрасно. Когда вы почувствовали, что вы станете матерью, ваше мышление изменилось, модели вашего поведения поменялись? Более конкретный результат – армия. Человек приходит в армию, у него меняется образ мышления, меняется модель поведения. Когда-то мы с вами думали о том, что в космосе живут только боги. Юрий Гагарин в 61-м году полетел и доказал, что человек может летать в космос. Под конец. Технология. Мы развиваемся, наше развитие, мы меняем модель поведения, потому что диджитал входит в нашу жизнь. Если бы я попросил вас сейчас достать ваши телефоны, это были бы гаджеты. Религия. Совсем недавно закончился православный пост, и весь православный мир празднует Пасху. Образ мышления меняет наше поведение. Здоровый образ жизни. Встречаясь с одним своим знакомым, я бы хотел предложить ему отметить нашу встречу. Он сказал, что нет, он проповедует здоровый образ жизни. Таким образом, наши сотрудники также думают о том, что для них важно и соответствующим образом ведут себя. А образ их мышления определяет корпоративная культура, которая находится в вашей компании. Знаете вы об этом или не знаете? Управляете вы ей или не управляете? Но именно корпоративная культура, а коллектив влияет на наших сотрудников. С чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что один сотрудник, это было бы прекрасно. Если бы мы работали только с одним сотрудником, у нас бы не было никаких проблем, потому что мы бы могли найти с ним диалог. Но у нас получается коллектив, возникает коллективное сознание. Коллективное сознание предусматривает коллективные модели поведения. Коллективные модели поведения предусматривают возможность коллективной штампы в отношении модели поведения. Здесь так принято, здесь не принято. Я еще об этом чуть больше дальше говорить. Я вам расскажу один простой, но очень показательный элемент, который провели американские психологи. Пять обезьян посидели в клетку, подвесили бананы, поставили лестницу. Как вы думаете, что сделали обезьяны? Полезли за бананами. Но психологи были жестокие люди. Они поливали из кланга холодной водой любую обезьяну, которая поднималась к бананам. Ровно до тех пор, пока им всех отбили охоту это делать. Потом обезьяну, которая первая полезла за бананами, убрали и поставили другую. Как вы думаете, что захотелось сделать новая обезьяна? Полезть за бананами? Все верно. Я бы точно так же сделал. Но что произошло? Что сделали те обезьяны, которые остались с ней рядом в клетке? Они ее удержали, предупредив, что здесь так не принято. Когда заменили всех обезьян, бананы до сих пор остались висеть. Что не принято в вашей компании? Насколько вы в этом действительно разбираетесь? Какие модели поведения сегодня приняты в вашей компании, но не позволяют вам достигать поставленных вами результатов? Именно ограничивающие штампы убеждения. С чего мы начинаем? Когда я прихожу в компанию, когда вы собственники, генеральный директор, например, договорились бы со мной, и мы с вами провели исследование вашей корпоративной культуры. Мы проводим стратегическую сессию. Стратегическая сессия помогает нам в процессе разговора выяснить, а что же конкретно стало причиной этих моделей поведения. У меня дома огромная презентация, наверное, листов на сто. Если кто-то из вас захочет и напишет, я как уже говорил, в социальных сетях или по тем контактам, которые я буду на последнем сайте вам показывать, я вам ее пришлю. Но вот основные идеи. Тут так заведено. Оно мне не надо. У нас не получилось, ты не пробуй. Ты предложил, ты и делай. Меня за это не уволят и не похвалят. Это только один, один самый маленький вырезка. Самая маленькая вырезка. Вообще мы делаем исследование в четырех плоскостях. Процессы, финансы, человек и обучение. Вы не поверите, какое удивление испытывают директора компаний, когда они начинают слышать в присутствии своих подчиненных, что же конкретно происходит в каждой из этих компаний. И почему все предложения, ведь любое предложение, план продаж, введение новой технологии, сделать ЦРМ, начать государственные торги и так далее, это все встречает сопротивление. Поэтому наша проблема в том, что мы работаем с вами с сопротивлениями сотрудников. Я уверен, что кто-то помнит эту игру. Поэтому если мы с вами будем продолжать просто лишь учить, обучать их продажам, заставлять их делать скрипты, делегировать им полномочия, мотивировать, без создания среды, которая называется корпоративной культурой, нам с вами будет оставаться. Если вы собственник, то вы так или иначе будете менять одного генерального директора на другого. Если вы генеральный директор, значит, один начальник отдела продаж будет сменяться другим. А сотрудники, которые, по идее, должны исполнять все нужные скрипты, будут говорить, слушай, что ты тут не рассказываешь, я так все прекрасно знаю. Конечно же, они вас послушают, но будут делать по-своему. Проблема отсутствия единой корпоративной культуры, основанной на общих ценностях, что в каждый момент времени любой сотрудник может принять решение, как я думаю. Не так, как это заведено в компании, и не так, какие ценности проповедит компания, а просто, как ему кажется, в этот момент лучше. Я прошу не путать с тем, что мы говорим о том, что нам нужно творческое мышление для выбора задачи. Нет, мы говорим о том, что в момент принятия решения мы с вами, как руководители, хотим точно знать, как должен поступить сотрудник. В случае, если мы это делать не будем, мы уподобимся этому волку, который постоянно будет ловить яйца, которые падают из абсолютно разных углов. Поэтому ключ к решению проблемы, ключ к решению задачи о том, как же сделать так, чтобы то, что вы, как руководители, внедряете в компании работала, находится в головах у ваших сотрудников. Что нам нужно сделать? Практический инструмент, который бы мне хотелось вам подарить. Три простых шага с точки зрения оценки корпоративной культуры сегодня. Я предлагаю вам простой эксперимент. Когда вы сегодня вернетесь, возможно, еще в офис, и, возможно, ваши сотрудники будут еще на рабочем месте, подойдите к кому-нибудь из них, положите руку на плечо, загляните в глаза и нежным, вкратчивым голосом тихо спросите, а какая стратегия нашей компании? Если я вам передам вот это состояние эмоций человека, который вдруг... А вы где были? А вы постарайтесь сохранить невозмутимое лицо и продолжите. Скажи мне, а как результаты твоего труда, дружище, отражаются в целом на результатах работы нашей компании? И вот здесь как раз подходит самое веселое. Это ваша задача сидентифицировать, что происходит в компании. Итак, шаг номер один. Мы выявляем, что происходит в нашей корпоративной культуре. Я вам сейчас дам инструменты. Второе. Шаг номер два. Вы. И этому будет посвящена следующая часть. Именно вы должны сформулировать, какая корпоративная культура должна быть в вашей компании. Третий шаг. После того, как вы выявили, какая она есть и какой вы хотите, чтобы она была, надо сделать так, чтобы ваше желание привело ее из состояния, как есть, в состояние, как вы хотите. Какие инструменты можно использовать? Самое простое. Свод-анализ. Сильные, слабые стороны. Угрозы, возможности. Но секрет заключается не в этом. Секрет заключается в том, что когда вы его сделаете, задайте вопрос вашим коллегам. Как нужно делать свод-анализ? Вы собираетесь со своими ближними окружениями. Вы топ-менеджмент. Работаете с ними. Потом вы каскадирующе даете каждому из них задачу, чтобы он пошел в свое подразделение и провел свод-анализ там. Потом они возвращаются к вам, и вы вместе вновь управленческой командой понимаете, что же на самом деле происходит в компании. Но секрет заключается в том, к вопросу, как и почему происходит то, что есть сейчас в моей компании. Следующая. Обратная связь. Обратная связь. Это Арсен об этом говорил. Насколько важно со своими подчиненными выстраивать ту ситуацию, в которой людям понятно, что вы думаете. Мы каждый из вас. Я был председателем правления банка. Я понимал, что я живу в этой теме постоянно. Но как он не понимает, о чем я говорю? Ведь я же это знаю. Это называется некое проклятие знания топ-менеджера. Вам нужно делиться информацией. Это уже инструмент модели влияния. Мы о ней будем говорить дальше. Стратегическая сессия. Важнейший инструмент. Инструмент формирования некого общего коллективного мышления вашей команды. Именно в создании коллективного мышления появляются новые результаты. Тех, которые не вы отдельно. Не каждый из них не может создать. Это то, опять же, о чем говорил Арсен, о синергетическом эффекте. Итак, смотрите, мы с вами представляем некий системный подход в отношении менеджмента. Человек, коллектив, корпоративная культура и вы. Мы будем опираться на эти четыре элемента. Давайте двигаться дальше. Следующая задача. Что же теперь с этим делать? Мы понимаем, что у нас есть человек, который живет в своем собственном мире, как каждый из нас сегодняшних. Ученые доказали, что существует я-концепция. Я-концепция личности, которая говорит о том, что менеджмент постоянно переходит в процесс социальной психологии. И тот уровень знаний, которых мы с вами подчерпываем из популярных бизнес-книг, это самый верхний уровень. Нам нужно копать глубже. Именно моя цель сегодня – заинтересовать вас темой изменения мышления, сознания сотрудников для того, чтобы они стали вести себя по-другому. Давайте посмотрим, что нам предстоит. Мы будем с вами двигаться. Главным инструментом в исполнении и реализации целей компании – это третий шаг в корпоративной культуре – являетесь только вы. Только собственник или генеральный директор в состоянии изменить корпоративную культуру. Но если вы это делать не будете, вашу роль заменит коллективные модели поведения. Поэтому мы подходим напрямую непосредственно к вам, каждому здесь сидящему. И мне хотелось бы как раз объяснить с этим. Каждый из вас здесь сидящий является руководителем. Но, как мы говорили, человеком. Поэтому, в первую очередь, я-концепция относится именно к вам. Что такое я-концепция? Это когда мы сейчас с вами, независимо от того, стою я на сцене, сидите вы на своем стульчике или сейчас пьете кофе где-нибудь там, одновременно, параллельно происходят три процесса. Первый. Я идеальная. Как я себя представляю, каким бы я хотел быть? Я реальная тем, каким я себя воспринимаю. И я то, которое дает мне обратную связь, каким меня воспринимают другие. Представляете, насколько мы сложные люди? А мы пытаемся с вами управлять процессом делегирования полномочий или татуировками. Это важный элемент. Мы абсолютно разные. Даже в процессе передачи информации, я бы привел простой инструмент, если бы попросил каждого из вас сейчас просто представить любое яблоко. Вы бы представили зеленое, кто-то представил бы Apple, красное, сочное. И представьте в этот момент, когда мы все понимаем друг друга по-разному, вы подходите к своим подчиненным и даете какое-то распоряжение. Они понимают это по-разному, потому что на самом деле и вы до конца не понимаете, что вы говорите. Ведь наш уровень передачи информации, уровень получения информации другим человекам, он снижается каждый раз, когда мы ее формируем. Ведь нужно сначала создать контекст. Именно поэтому Дельфийский Оракул написал свою главную фреску «Познай самого себя». Что это значит? Это значит, что самая лучшая и самая вообще большая возможность человека – это стать лучше. Каждый день, занимаясь с руководителем, я еще занимаюсь карьерным коучингом и коучингом первых лиц, когда мы определяем, какие личные цели стоят у человека, что делать собственнику, когда его бизнес развивается, куда идти дальше, как развиваться в своем направлении, что выбрать, куда идти дальше, каким образом строить свое будущее, как развивать свой бизнес. Эти самые главные вопросы – кто я, что я делаю, почему, зачем? Это важнейшие вопросы в нашей жизни, которые мы должны себе задавать для того, чтобы двигаться куда-то вперед. Сегодня на этой сцене выступало много спикеров. Каждый из нас пытался донести до вас какую-то свою идею. Попытайтесь собрать из них свою формулу успеха. Да, все, что мы здесь говорим, имеет отношение в целом к нашему представлению. Я профессионал в области управления, другие люди в области маркетинга, третьи в области клиентского сервиса. Соедините все в один кусочек, сделайте так, чтобы оно работало непосредственно у вас. И тогда вы сможете ответить себе на вопросы. Я верю в то, что люди могут меняться. Я это делаю каждый день. И именно когда вы разберетесь с самим собой, вы сможете управлять другими людьми. Давайте посмотрим, насколько это легко. Кто-нибудь из вас давал себе хоть раз какие-то обещания? Например, на Новый год. Или не есть после шести. Или заходить в фитнес-зелл. Это трудно. Самая трудная работа – работать с самим собой. Казалось бы, где здесь менеджмент? Менеджмент заключается в первую очередь в следующем, что если вы собственник, если вы генеральный директор, ваши цели являются основой развития корпоративной культуры компании. Именно корпоративная культура компании поможет вам сформировать представление о том, куда идти дальше. Ищите свою формулу успеха. Что же такое влияние? Я специально не стал делать слайд с красивыми картинками. Я бы хотел, чтобы вы это прочли. А для того, чтобы вам было легче, я его зачитаю. Что такое влияние? Влияние – это процесс, во время которого происходит изменение поведения, чувств, эмоций или мнения человека вследствие того, что совершают в отношении его другие люди. Так вот, здесь мы вплотную подходим к социальной психологии. Если вы как руководитель сможете сделать так, чтобы сотрудник начал думать по-другому в отношении своего бизнеса, в отношении вашего бизнеса, у него изменятся модели поведения. Отношение влияния. Итак, следующее. Это важные моменты, ключевые, на которых строится вся теория, вся практика. Адаптация человека. Необходимость сохранения положительного образа себя. Когда человек попадает в ситуацию дискомфорта, ему самое главное – сохранить лицо. И второе – потребность быть социально приемлемым. Именно это позволяет нам с вами получать следующее, что информационное влияние на наших сотрудников, принятие передаваемой информации в качестве того, что на самом деле описывает реальность. То есть, когда вы сформируете свою корпоративную культуру таким образом, что люди посредством информационного влияния на них поверят в то, что они занимаются делом, которым вы верите, когда вы создаете ту атмосферу, все остальные процессы, связанные с управлением людьми, с управлением персоналом, будут идти в нужном направлении. Ваша задача как руководителя, понимая, что в корпоративной культуре и в коллективе существуют штампы убеждения заменить привычку на новое, заменить старое на новое, чтобы оно ушло абсолютно безвозвратно, чтобы вы получили большое новое введение в своей корпоративной культуре, которое поможет вам в области управления людьми заниматься именно теми задачами, которые вы ставите, а не сталкиваться с сопротивлениями людьми. Итак, каким образом мы можем с вами все это сделать? Базовые понятия, основа вашей компании – это человек. Тут спорить абсолютно не о чем. А вот самый главный слайд, который бы мне хотелось вам показать. Внутри самое главное, как фундаментом являются наши с вами ценности. Почему мы говорим с вами о корпоративной культуре, основанной на базовых ценностях? Ценности формируют ваши убеждения. Убеждения формируют образ мышления. И лишь потом мы получаем поведение. Я, как родитель, мы уже сегодня часто говорили, привожу вам такой пример. Когда вы заходите в комнату, где играют маленькие дети и хулиганят, что происходит в один момент, когда вы пытаетесь их остановить? Они останавливаются. Но стоит вам выйти из этой комнаты, как все продолжается. Потому что мы пытались влиять абсолютно просто на поведение. Мы с вами не влияли на их убеждения, на ценз, мы не объясняли, почему это не работает. Мы с вами влияем на поведение. Поведение – это следствие. Это та самая проблема, на которую мы с вами наступаем на грабли в своей компании. Поэтому модели поведения – это ровно то, что мы с вами хотим получать с наших сотрудников. Каждый сотрудник в отношении модели поведения контактирует с четырьмя главными аспектами. Первый – это клиенты. Второй – это коллеги. Третий – вы как собственник. Четвертый – любые заинтересованные лица. И еще он сам. Поэтому вот эта модель, когда в каждой из этих контактов мы четко знаем, каким образом должен вести себя сотрудник в момент принятия решений, появится корпоративная культура, позволяющая решать любые задачи. Что такое ценности? Мы об этом сегодня много раз говорили. И теперь мне бы хотелось спросить вас. Что же такое ценности? Человеческие ценности. Что это такое? Какие есть идеи? Это какие ценности? А что такое ценности? Самое важное в жизни. Еще. Спасибо. Критерии, интерес. Еще спасибо большое. Отношения, правила. Смотрите, казалось бы, простой самый термин – ценности. Но у каждого из нас есть свое определение. И каждое из этих определений правильное. Я видел, что у вас у всех есть листочки, есть ручки. Мне бы очень хотелось взять из своего выступления 30 секунд и подарить его вам. Для того, чтобы вы сейчас, понимая, что такое ценности, записали для себя. А какие у меня в жизни главные ценности? Используйте это время прямо сейчас. Возьмите листочек, возьмите ручку, откройте телефон. Задайте себе главный вопрос. Какие мои в жизни главные ценности? Чем я руководствуюсь, когда принимаю решения в своей жизни? Возможно, вы это делаете первый раз. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы делали это чаще. Если вы не хотите писать, задумайтесь. Это действительно важно. Задумавшись над тем, о какими ценностями руководствуюсь я, нам было бы очень важно узнать, какими ценностями руководствуется моя команда топ-менеджеров. Какими ценностями руководствуются мои сотрудники. Когда мы с вами могли бы сделать таким образом, чтобы узнать об этом всем, а именно в этом заключается смысл построения системы управления основанной ценностями, тогда бы мы узнали, что общие ценности позволят нам получить общую цель. Общие ценности позволят нам принимать решения в отношении любых контактов. Помните этот слайд, где человек, коллега, клиент, собственник, любые другие заинтересованные лица? Например, я приведу вам пример. Во многих компаниях ценности вывешаны на своих корпоративных сайтах. Во многих компаниях ценности указаны в брошюрах, они висят в компаниях, но никто не живет по ним. Все мы говорим и часто мы читаем, что клиент самый главный человек для нас. Но зачастую мы с вами сталкиваемся даже в крупных компаниях, которые являются лидерами в своей отрасли, что клиент на самом деле не является для них ценным, потому что сотрудники не разделяют этой ценности. Представьте, что в вашей компании вы бы выбрали ценность «семья». И когда перед вами возникает вопрос по отношению к клиентам, коллегам, к другим заинтересованным лицам, что такое семья? Если бы обозначить понятие «ценность семья» с точки зрения критериев, какими бы вы назвали критерии семьи? Сплоченность, доверие, взаимоподдержка, честность. Можно еще много приличных, но даже вот эти четыре критерия. Представьте, что с какого-то момента вдруг в вашей компании произошло чудо, и ваши сотрудники в принятии любого решения исповедуют именно эти критерии. Тогда не возникает вопрос о том, что сервис – это необходимость. Тогда возникает понятие, что сервис становится неотъемлемой частью жизни. Продажи становятся неотъемлемой частью жизни. Но ценности вам помогут не в том смысле, что выбрать тех людей, которые работают вместе с вами. Многие могут сказать, а вы знаете, те ценности, которые вы хотите сделать так, чтобы стали в нашей компании, мне неприемлемы, и они уйдут. Но если вы интегрируете ценности в систему подбора, придут именно те люди, которые разделяют их. И тогда корпоративная культура избавится от ограничивающих штампов и убеждений. И тогда коллективные модели поведения, о которых мы с вами говорили, будут не мешать вашим решениям, а помогать им. По одной простой причине, что ценности помогут изменить образ мышления сотрудников. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. Если мы говорим о том, что образ мышления сотрудников формирует модели поведения, если вам удастся с помощью определенных технологий, которых я вам расскажу, создать атмосферу культуры в своей компании, в которой ценность является главным мерилом, вы сможете добиться именно тех моделей поведения, которых вы хотите. И тогда сервис или обслуживание клиентов, или качественная работа, или отсутствие опозданий на работу станет неотъемлемой частью сотрудников. Так что же такое система управления, основанная на ценностях? Система управления, основанная на ценностях, это формирование необходимых вам моделей поведения сотрудников. Вот именно об этом я сегодня рассказывал. Они, ценности, становятся в вашей компании словно магнит. Представьте, что мы с вами, например, обрабатывали бы какую-то железную деталь напильником, у нас появилось бы много стружек. Мы разложили бы их на листочки и попытались бы из них выложить какое-то слово. Оставили этот лист на этом столе, и кто-нибудь, проходящий мимо, задел бы этот стол. Стружки на листе рассыпались, потому что система не динамичная. Точно так же происходит в большинстве компаний, когда нет чего-то важного, связующего. Когда корпоративная культура на самом деле просто формальна. А когда вы внедряете корпоративную культуру, основанную на ваших общих ценностях, вы получаете как магнит. Ваши люди становятся объединены вокруг ваших общих ценностей. Именно тогда происходят чудеса, связанные с вашими деньгами. И как раз мы подходим к самому главному слайду. Управление, основанное на ценностях, позволяет вам повысить рентабельность вашего капитала. Ведь ради этого, по большому счету, мы ведем весь бизнес. Каким образом мы можем изменить мышление наших сотрудников? Переходим к самым простым практическим инструментам. Я приготовил для вас сегодня их всего четыре. И назвал их как модели влияния. Итак, вернемся к некому экскурсу. Мы понимаем, что основа компании – это человек. Поведение человека определяется образом его мышления. Если он работает внутри коллектива, коллектив формирует коллективные модели поведения. Если вам, как собственнику руководителю, удастся создать систему, основанную на ценностях, тогда вы сможете сделать так, чтобы модели поведения были предсказуемыми. Возникает вопрос, как? Первый инструмент влияния – это убедительная история. Что значит убедительная история? История – это лучший способ вообще рассказать кому-то о чем-либо. Я вам расскажу одну интересную историю. Когда я учился в бизнес-школе Сколково, у нас, executive MBA, у нас было очень много дополнительных активностей. И одна из таких важных активностей была похода на базовый лагерь к горе Эверест. Большинство моих одноклужственников с восторгом восприняли эту идею. О, классно, мы пойдем к Эвересту. Я сказал, да, круто. И записался, но мне ответили, знаешь, мест нет, потому что очень много желающих, все хотят попасть на Эверест. Ну, жди. Я говорю, хорошо, нет проблем. Так получилось, что кто-то отказался, и мне выпала честь пойти вместе с нашей группой к базовому лагерю на Эверест. Радости я особо не испытывал, я не видел в этом какую-то особую мечту, но я действительно хотел туда пойти. Что же произошло? Когда мы приехали туда, знаете, зачастую наше сознание воспринимает именно то, что мы хотим. Если, например, нам кажется, что красного сегодня в этом зале больше, начнем считать белые цвета, его станет столько же. Так и я видел лишь только счастливые лица тех людей, которые находились именно там, куда мы прилетели. Это был самый высокий и самый опасный аэродром Лукла. Он находился на высоте 3300 метров. Самолет садился и прокатался. Но проблема в том, что начало аэродрома вот примерно как здесь, как пропасть. То есть если он бы промахнулся на 1-2 метра, шансов бы не было. И, кстати, к сожалению, там часто бьются самолеты. Первый день прошел нормально, я двигался как все. Я поднялся, спустился. Как вы знаете, кто-то, если ходит в горы, понимает, что нужно спускаться, подниматься, спускаться, подниматься, для того, чтобы преодолеть горную болезнь, это не удалось. Но вот на второй день я безнадежно отстал. Когда я понял в конце дня, что силы мои просто на исходе, я подошел к очередному подъему и увидел впереди себя лестницу, ведущую вверх. Вот вы знаете, когда бывает такое состояние, что ты просто полностью, абсолютно беспомощен. Это было примерно такое состояние. Это был, наверное, самый сильный стресс, который я вообще испытал в своей жизни. Я понял, что дальше я не смогу дойти. Ну просто вот все, нет. Какой-то камень тут был недалеко. Я просто остановился возле него, оперся на него и понял, что все, на этом дело закончено. Впереди еще 10 дней пути. Возвращаться обратно две ночи. Идти вперед нет сил. Что делать? Вот в такой момент отупения, я по-другому вряд ли это назову, у человека включаются самые простые реакции. У меня просто, знаете, начали катиться слезы. Я не знаю, почему это было вызвано, но, наверное, от полной беспомощности и понимания, что ты ничего уже больше не можешь. Но в какой-то момент разум включился, и я задал себе простой вопрос. Слушай, ну ты можешь здесь сидеть, рыдать, пытаться думать, как вернуться обратно, но, может быть, ты попробуешь сделать первые хотя бы 10 шагов? Я пытался долго себя убедить в этом, но я встал и прошел 10 шагов. Я задал себе следующий вопрос. А можешь ли ты сделать еще 50 шагов? Я задал себе вопрос. Ну если я смог сделать 10, наверное, смогу сделать 50. Я задал себе вопрос и поставил, могу ли я сделать 100 шагов, могу ли я сделать 1000 шагов. Я дошел. Я дошел поздно вечером, но я сделал победу над самим собой. Я понял, что нет безвыходных ситуаций, в которых ты останавливаешься. Главное поверить в себя. Именно такой историей вы должны постараться донести свое внутреннее состояние до ваших сотрудников. То, что вы на самом деле переживаете. Я бы очень хотел, чтобы сегодня после нашего огромного прекрасного мероприятия вы приехали к себе в офис или в компанию или домой и задали бы себе вопрос. А какова моя личная персональная стратегия? Что я, собственно, хочу от своей жизни, от своего бизнеса? Куда я веду свою компанию? Отвечая на эти вопросы, вы явно вспомните тяжелые моменты, примерно такие же, какие были у меня на Эвересте. Вспомните лучшие моменты, победы, которые вы совершали. Ведь если вы сидите здесь, значит, вы встречали в жизни достаточно много серьезных задач. Вы вспомните истории, которые наполнены эмоциями. Ищите истории в себе и старайтесь их рассказывать вашим подчиненным. Это первый элемент влияния, который отвечает на три простых вопроса. Что, зачем и почему. Поэтому, как только вы определитесь тем, что вы хотите донести, придумайте красивую историю. Еще один важный момент в истории. Когда мы с вами говорим, что давайте двигаться вперед, конкуренты нас обгоняют. Мы пытаемся воздействовать на сотрудников с точки зрения их мнения, понимания в нашей компании. Но на самом деле сотрудников волнует гораздо больше. Ученые посчитали, что это только лишь 20% от уровня влияния. Если мы хотим получить 100% влияние, нам нужно рассказать сотруднику, почему его влияние, почему наши результаты компании окажут влияние на него, на коллегу, на наш замечательный город, на ваш замечательный город, на нашу страну, на вашу область. Вот когда мы сможем воспользоваться все пятью инструментами, то есть не 20% пытаться влиять, а на все 80%, спрашивая, каким образом результаты окажутся на них, тогда мы получим большее влияние. Поэтому вопросом, который я бы хотел закончить первый инструмент, какую историю вы сегодня расскажете своим сотрудникам. Следующий инструмент влияния, третий, второй из четырех, которые я сегодня для вас подготовил, это система нематериальной мотивации. Именно система нематериальной мотивации позволяет вам сделать так, чтобы люди трудились с удовольствием. Ведь это корпоративная культура, которую вы создаете, культура ваша. Люди, в принципе, уже мотивированы. Их не нужно мотивировать, они приходят на работу. Но что им не хватает? Им не хватает счастья и удовольствия от того, что в той компании, в которой вы работаете, происходит все по-другому. Поставьте себя на место сотрудника, сядьте на его рабочее место, сядьте на его стул, за его стол. Посмотрите, насколько эти условия удовлетворяют вашим требованиям или вашим представлениям об идеальной работе. Сделайте так, чтобы люди в вашей компании получили удовольствие от работы. Постарайтесь сделать так, чтобы вы смогли создать такую корпоративную культуру, в которой бы ценности перемешивались с откровенностью. Чтобы вы могли благодарить своих сотрудников. Чтобы вы могли выделять и честствовать тех людей, которые лучше всего работают. Я вам говорил, что я являюсь автором проекта «Бизнес-завтрак». Наверное, я могу себя считать, условно говоря, таким автором этого термина. Возьмите лучших сотрудников, пригласите их на завтрак. Сделайте так, чтобы вы им могли рассказать о том, куда вы движетесь, как вы раздвигаете свою компанию, какие цели вы преследуете. Делегируйте им полномочия. Сделайте так, чтобы ваша корпоративная культура была наполнена смыслом, который вы для себя откроете в работе над самим собой. Поэтому, если вы помните, что сотрудник корпоративной культуры вы и ваши ценности, ваше внутреннее убеждение, ваши внутренние стратегии, а потом уже непосредственно коллектив. Итак, третий инструмент влияния – механизмы поддержки. Что мы можем сделать для того, чтобы мы понимали друг друга? Ведь на самом деле мы абсолютно разные. Но, к сожалению, нейропсихологи сегодня доказали, что мозг человека развивается лишь в коммуникации друг с другом. Мозг человека, общаясь с вами. Вот сегодня прекрасный пример того, когда сегодня уровень нашего развития совсем другой стал сейчас, прежде чем вы пришли в этот зал. Вы уходите отсюда уже со всеми другими людьми. Мы думаем, что если мы стали менеджерами, нам не нужно тренироваться. Ведь художник постоянно рисует, доктор постоянно повышает свою квалификацию, музыкант постоянно репетирует. Мы с вами менеджеры. Мы должны научаться управлять. Мы должны научаться управлять профессионально. Если глубоко не смотреть в сотрудника, если глубоко не разбираться с образом мышления, с образом причин поведения наших сотрудников, то получается примерно следующее. Я вот сейчас веду ремонт в своей квартире. Я помню, как это делалось раньше. Ты берешь на необработанную стенку и набрасываешь штукатурку. Что произойдет, если вы будете постоянно накидывать штукатурку, не обработав стену? Она отвалится. Точно так же происходит с нашими знаниями. Когда я вас спрашивал в начале своего выступления, какие наиболее популярные темы бизнес-книг, мотивация, делегирование, решение конфликта, все остальное. Но если мы не понимаем, в чем суть влияния, то получается, что мы накапливаем эти знания. И лишь только на своем личном опыте, путем невероятных эмоциональных усилий, нам удается управлять сотрудниками, сочетая икнут и пряник. Давайте просто разберемся, что ими движет нашими сотрудниками. А для этого нам нужно пройти весь тот путь, о котором мы с вами говорили в течение нашего общения. Обучение. Факт уже остается абсолютно реальным. 80% людей уходят из компании не потому, что им не хватило заработной платы, не потому, что у них трудная работа, а потому, что не было ничего связанного с их развитием. Создайте возможность права на ошибку. Дайте свежий взгляд на мир. Дайте сделать так, чтобы люди стали доверять друг другу. И в конце концов мы получим возможность, что люди перестанут бояться попросить помощи и уважать время других людей. Поэтому какие у вас механизмы поддержки в компании поддерживают вашу корпоративную культуру, поддерживают ваши ценности, которые вы для себя проповедуете в своей компании. И последний инструмент влияния, модель влияния – это ваш пример. Насколько вы являетесь примером для других? Ведь мы с вами посмотрели как раз психологию термина влияния, когда информационное воздействие на человека заставляет его принять существующую реальность как факт. Именно ваш пример, каким образом вы себя ведете, как вы общаетесь, насколько вы эффективно коммуницируете с другими, насколько вы уважаете клиентов, насколько вы готовы транслировать свои самые важные, самые лучшие стороны своей жизни в своей компании и будет зависеть то, как будут вести себя сотрудники. Самый большой путь изменений, когда вы хотите изменить мир, начинается с себя. Трудно ли это? Да, это трудно. Но это того стоит, потому что в противном случае вы сможете получить именно ту компанию, которую вы хотите, с той корпоративной культурой, которую управляете вы. Какие же секреты мы с вами можем обсудить в процессе нашей модели влияния? Секреты очень простые. Делать это постоянно, вовлекать своих людей, делать так, чтобы сопротивления, которые существуют в компании, просто сокращались. И в результате вы получите сокращение разрыва между понятием стратегия, когда вы положите руку на плечо сотруднику, и он скажет, а стратегия нашей компании такова, а наше видение такое, а наша миссия такая. И тогда вам будет приятно и удобно. Знаете, я вспоминаю такой интересный случай из своей биографии. Когда-то я пришел работать в Инвесбербанк, это будущий банк OTP, и им владел Александр Анатольевич Пановаренко, это в прошлом владелец Новороссийского морского порта. Он подошел ко мне и сказал, слушай, я хочу, чтобы минимум через год ты вместе с компанией Deloitte сделали так, чтобы любого человека, которого я остановил, он точно знал, какая стратегия нашего банка. К счастью, нам это удалось. Поэтому это именно та работа, которая позволяет вам, если вы сможете создавать ту корпоративную культуру, основанную на ценностях, вы сможете получить развитие каждого индивида, каждой личности. Именно поэтому они будут работать с вами. Произойдет трансформация. Трансформация – это значит необратимые изменения, когда люди станут принимать модели поведения за свою собственную жизнь. Ведь знаете, это цикл безосознанного знания. Мы не знаем то, что мы чего-то не знаем, потом мы вдруг узнаем, о чем-то, что мы чего-то не знаем. Мы начинаем узнавать, и потом мы просто забываем то, что мы это знаем. Это примерно то же самое, когда вы ведете автомобиль. Я, например, сказал бы про девушек, и красят губы или делают маникюр, а мужчины в это время переписываются в телефоне или пьют кофе. Это делаем мы на автомате. Именно поэтому, когда вы сможете сделать так, чтобы ваша корпоративная культура, основываясь на ваших ценностях, создавала ту добавочную стоимость, которая поможет получать большую прибыль, косвенно удерживая людей, косвенно создавая атмосферу доверия, косвенно делая привлекательным ваш бренд как работодателя, тогда вы получите лучшие коммуникации внутри компании. Их можно измерить любыми инструментами. Я их только что назвал. И коэффициент текучести, и стоимость подбора персонала, и ваша рентабельность, и удержание клиентов, и НПС, которым вы меряете удовлетворенность клиентам, удовлетворенность и лояльность ваших сотрудников, все это измеряется корпоративной культурой. Именно корпоративная культура, основанная на ваших общих ценностях, позволит вам достигать поставленных вами задач. Потому что технологии можно скопировать, товар можно привезти точно такой же или создать, но скопировать вашу корпоративную культуру, перенести ее в другое место, своровать ваших сотрудников, своровать ваши ценности невозможно, потому что это есть самый главный актив вашего бизнеса. И, конечно же, необходимо праздновать успехи. Мне очень приятно было поделиться с вами своими идеями. Это мои контакты. Я буду рад ответить вам на все вопросы, прислать презентацию, ответить лично, провести какие-то личные консультации. Большое вам спасибо. Это была большая честь выступить перед вами в этой аудитории. Спасибо. 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 Спасибо.